У санатория ВИТО все наготове для отъезда на железнодорожный вокзал и в аэропорт. Новенькие комфортные автобусы, скорая помощь, сухие пайки, вода и даже памятные сувениры. Это смена из Мончегорска и Заполярного. Кольский металлургический обогатительный комбинат отправляет сюда детвору своих сотрудников несколько лет. Но несмотря на то, что многие приедут сюда еще не раз, расставание с друзьями трудный этап. Кроме солнца, моря и фруктов, детям важна та уникальная самостоятельность, которую предоставляет санаторий им в управление отрядной жизнью. Мы же не просто санаторий и детский лагерь. Мы республика. У нас есть страна, в которой несколько республик. В каждой республике губернии. У нас нет отрядов, у нас города. Мы живем по своим законам, которые обязательно соблюдаем. У нас управление полностью осуществляют дети. Каждую смену выбирается Государственная дума в республике. Свой спикер, вице-спикер и депутаты управляют. Многие дети выросли в этом санатории, приезжая сюда каждое лето. Ребят, вы приедете еще сюда? Да! Я не слышу! Да! А знаете, я откуда знаю, что вы приедете. Рядом со мной стоит Таня Можникова, которая была... Ну, она не была маленькой девочкой сразу, потому что они были спортсмены. Они были у меня на городе на 33-м. Какая у Кашушки моя любимая. Вот. Она была любимка. И теперь ты кто? Теперь я министр юстиции. Министр юстиции. Самая уголовно жительная карьера. Слезы расставания – лучший свидетель удовольствия от отдыха, полученного в санатории. За 42 дня дети ощутили себя гражданами большой страны. Ведь не зря же Анапа – республика детства. Занимая свои места в автобусах, детвора твердо знает, что вернется на Анапский солнечный берег еще не раз. То внимание и забота, которую они почувствовали здесь, не забудутся никогда.